Снова здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. В нашей студии заместителя исполнительного директора Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан, Влад Гелманов. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Влад Гелманович, ну давайте мы начнем, вернее даже продолжим тему детей-сирот и поговорим про жилье. Расскажите, пожалуйста, о программе предоставления жилья детям-сиротам. Ну, сама программа обеспечения жильем детей-сирот, она уникальна, сложная. В том плане, что при реализации данной программы взаимодействует несколько министерств и ведомств. Во-первых, это заказчик программы Министерства образования и науки Республики Татарстан, который формирует списки детей-сирот, которые должны получить в текущем году жилье. Во-вторых, Государственный жилищный фонд, который, согласно этой очередности, осуществляет строительство жилья и Министерство земельных и имущественных отношений, которое приобретает в собственности это жилье. Три министерства взаимодействуют. Получается, от того, как слаженно работает, происходит реализация программы. Сама ребенок-сирота получает жилье по договору найма сроком на 5 лет. По истечении 5 лет он имеет возможность при хорошей адаптации к трудоустройству... Выкупить? Не выкупить, а оформить себе собственность бесплатно. Бесплатно, вот, да, это важно. Но на этапе проживания 5 лет квартира принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений. Это связано с тем, чтобы, ну, скажем так, черные риэлторы не охотились за их квартирами, ну, не происходило какие-то мошеннические схемы. Когда сирота адаптируется, квартира ему предоставляется в собственность. В таком ключе программа действует с 13-го года, значит, после вступления сил 8-го закона Республики Татарстан обеспечении жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без пообщения. Да, с какого возраста это происходит? И в какие сроки? Ну, после список очередность формирует государственный заказчик. По истечению, если не ошибаюсь, 14 лет начинается попадать сирота в список. По достижении 18 лет уже наступает его очередь в получении жилья. То есть на сегодняшний день в списке такой реестр мы введем. Более 1200 детей-сирот еще осталось обеспечить жильем. По состоянию на сегодняшний день, начиная с 13-го года, фондом было построено более 1500 квартир, предоставили детям-сиротам в рамках реализации этой программы. Особенность еще есть такая, что если сирота живет в каком-то населенном пункте, и он хочет там оставаться, мы строим... Вот да, кстати, территориально, это тоже вопрос интересный. Вопрос территории. Если сирота жил в каком-то населенном пункте, мы по его заказу осуществляем строительство индивидуальных жиловодов. То есть желание учитывается? Желание учитывается, но в рамках места постановки на учет, то есть в рамках его района. Есть исключительные случаи, когда сирота был трудоустроен на какой-то завод, проживал в деревне, трудоустроился в Нижнекамске-Нехтехим, допустим, завод. Мы, соответственно, даем жилье в Нижнекамске по месту трудоустройства. Это в исключительных случаях. А в основном жилье строится там, где он родился и, значит, стал на учет. Да, проживает. Скажите, а что это за дома? Это новые квартиры, это... Вторичка. Вторичка, или это отдельные частные дома, может быть, в каких-то ситуациях? Госзаказчики и Министерство земельных и имущественных отношений устанавливают жесткие рамки. Дома не должны быть построены раньше 2013 года. То есть дома относительно свежие, но в основном мы строим под каких-то сирот в текущем году. То есть все жилье новые, новостройках. Либо это в многоквартирном доме квартира, либо индивидуальный дом с баней, хвост постройками, если это в сельской местности. Это здорово. Это здорово, да. А сколько детей-сирот еще раз в этом году получили жилье? В 2017 году мы обеспечили 305 детей-сирот. На 2018 год запланировано 297 детей-сирот обеспечить жилье. Цифра эта определяется на основании объемов финансирования, которые выделяет республика и федеральный бюджет. Спасибо большое. Мы вам желаем удачи в труде, в работе. И надеемся, что все будет получаться как нельзя лучше. Спасибо. Спасибо большое за ваш труд.